Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа! Сегодня мы поговорим о репарациях. Вы знаете, я живу в деревушке Северокаролинска, она находится рядом с городом Эшвилл. И этот город, город Эшвилл, очень редко достаивается внимания национальных средств массовой информации. На моей памяти таких случаев было три. Два случая связаны с приездом президента Барака Обамы в 2010 и в 2011 годах. Президенты Первой Леди останавливались в отеле Гроув-Инн. И Барак был десятым президентом под крышей этого отеля. До него в Гроув-Инн проживали, я называю, в хронологическом порядке. Вопрос, дамы и господа. Многие ли отели провинциальных городов принимали такое число президентов? Отель Гроув-Инн принял десять. В третий раз на моей памяти об Эшвилле заговорили три года назад, в 2017. Вышла книга, которая называлась «Последний замок. The Last Castle». Автор этой книги Денис Кайрон. Она рассказывает об истории замка-дворца, который был построен в Эшвилле в конце 19 века Джорджем Вандербильтом. Ныне, ныне, это единственный, подчеркиваю, ныне это единственный в стороне, находящийся в частном владении, в частном владении дворец эпохи Позволоченного века. Дворец Билтвор принадлежит потомкам Вандербильда, но его большая часть открыта для посетителей. Ваш покорный слуга бывал там много раз, ежегодно здесь бывает не менее миллиона туристов. Слово «Билтвор» можно встретить в Эшвилле и его пригородах на каждом шагу. Моя деревушка, кстати, раскинулась на берегу озера Билтмор-Лейк. Мы все знаем, каждый кулик хвалит свое болото. Поверьте мне на слово, дамы и господа, место, где я обитаю, одно из лучших в нашей стране. И вот буквально на днях, буквально на днях, в четвертый раз Эшвилл за последние 10 с лишним лет, Эшвилл в четвертый раз привлек внимание общенациональных газет и телевидения. Причина была во вторник, 14 июля, этот день я запомнил, потому что 14 июля я возвращался из Нью-Джерси к себе домой. 750 миль я преодолел за 11,5 часов, потому что хайвэи пустые, никого на дорогах нет. И так, вторник, 14 июля. В то время, когда я ехал, городской совет одобрил репарации черным за прошлые грехи белых. Эшвилл стал первым, первым во всей стране, будь то город или графство, или штат, первым, чье правительство приняло решение о репарациях. Эшвилл оказался, помните песню, впереди планеты всей. Но не в области балета, как пели о Советском Союзе, Эшвилл оказался впереди всей Америки в области репарации за расизм. Так отметила успех Эшвилла газета «Нью-Йорк Танис». Репарацию за расизм. Эта газета подчеркнула, решение принял городской совет южного города. Тем самым, он дал пример, подал пример всей стране. Дамы и господа, не надо удивляться, что почин принадлежит южному городу. В районе Большого Эшвилла города и его ближайшего окружения находятся 12 университетов и колледжей с тысячами и тысячами оболбаненных марксистской пропагандой молодых людей. И пемия коронавируса закрыла двери учебных институтов и заперла эту молодежь в домах и квартирах. А с наступлением теплых дней они хлынули на улицы Эшвилла и стали устраивать демонстрации, требуя убрать с постаментов символа расизма, памятники конфедератам. И они ничем не отличались от демонстрантов сотни других американских городов, северных и южных. Вот на волне разрушения историй, на волне сноса и отвернения памятников, семеро депутатов городского совета Эшвилла проголосовали за репарасты. Семь депутатов, все семь голосовали за. Я процитирую двух депутатов. Это чернокожие депутаты, их всего два, и они оба высказались. Например, мистер Кит Юнг заявил, я цитирую, Сотни лет пролитой черными крови наполняют чашу, которую мы пьем сегодня. Убрать статуи этого недостаточно. Черные сталкиваются с расовыми проблемами, которые носят систематический характер. Это господин сказал, а вот что сказала госпожа Шенейка Смит. Я цитирую госпожу Смит. Рабовладение послужило основой строительства сильной экономики для Белой Америки, которая всегда старалась препятствовать прогрессу черных. Ну, будто бы господа, госпожа Смит читала редакционную статью Нью-Йорк Таймс или выступала в теледебатах на телеканале CNN. Итак, дамы и господа, депутаты горсовета южного города Эшвилла первые в стране приняли решение о репарациях. Но они далеко не первые, кто поднял вопрос о репарациях черных. Первым был много-много-много лет назад генерал-северян Уильям Текумсе Шерман. 16 января 1865 года. Спустя месяц после того, как армия Шермана завершила поход к морю, поход от Атланта до Саванны, применяя тактику выживания земли, генерал издал приказ о репарациях. Приказ гласил, каждый освобожденный раб получит право на 40 акров земли и одного мула. Сброшившие рабские оковы черные полагали, 40 акров и мур полагаются им по закону, и некоторые действительно получили землю и мула. Однако Эндрю Джонсон, он занял пост президента после убийства Барама Линкольна, аннулировал приказ Шермана. В процессе периода реконструкции, это период со времени окончания гражданской войны до 1877 года, 12 лет, власти южных штатов сочли нужным заменить для бывших рабов 40 акров и мула на обычную зарплату, и большинство земли сохранили за собой ее белые владельцы. О репарации было забыто на долгие годы, до 1931 года, когда дело о репарации, первое в стране дело о репарации, рассматривалось в суде города Салома, это город в штате Алабама, город Салма, известный город. В 1931 год, 73-летняя негритянка Тилда Макрир обратилась в суд с иском к семье наследников Тимоти Миара. Она потребовала компенсацию за причиненный ей ухерб. Она была похищена в Африке и насильно доставлена в Америку. Белые присяжные отклонили ее риск, но, естественно, иного решения было невозможно себе представить в сегрегированном южном штате. Иного решения не могло быть. Но нам, дамы и господа, следует задержаться на деле почти 90-летней давности, 1931 год, поскольку об этом деле наверняка вспомнят, вспомнят не раз, нынешние родители за репарации наследникам бывших рабов. Тилда Макрир была в последней группе африканцев, насильственно привезенных в Америку. Небольшой экскурс в истории. В 1807 году, 1807 год, Конгресс принял закон, запрещающий импорт рабов, март 1807 года. И этот закон вошел в силу 1 января 1808 года. Закон этот нарушался постоянно. Историки считают, не менее 50 тысяч рабов были привезены в Америку после 1808 года. Главным портом, который принимал нелегальный товар, был, но-но-но, не южный порт, но-но, это был порт города Нью-Йорк. В 1820 году, в закон 1807 года была внесена поправка, важная поправка. Виновных ждала виселица. С 1837 года по 1860 суды рассматривали 74 дела о нарушении закона, только один преступник поплатился жизнью. В 1862 году был повешен Натаниэль Голдон. Итак, желающих заработать на работу торговли, даже после принятия закона, запрещающего перевоз черных через океан, желающих заработать было предостаточно. И в числе желающих был мистер Тимоти Миар. Тимоти Миар. Он был одним из богатейших бизнесменов и рабовладельцев в Алабамском городе Мобил. Кстати, он родом из северного штата, штата Мэн. Он переехал в Мобил, чтобы торговать древесиной, которую будут привозить, естественно, из северных штатов. В 1856 году мистер Мобил построил на вес, и она ему принадлежала вверх, построил шхуну Клотильда. Шхуна предназначалась для торговли лесом. Но в начале 1860 года мистер Маир нанял капитана Уильяма Фостера и отправил его в Африку за живым товаром. В июне того же 1860 года Клотильда доставила в Мобил 110 афроамериканцев, в числе которых была двухлетняя Абака. Вместе с матерью и десятилетней сестрой ее купил плантатор Окер Крэг. Он назвал девочку Тилда, маму ее назвал Грейси, а ее сестру назвал Салли. Все они были свободными через пять лет в 1865 году, когда закончилась гражданская война. И вот спустя 66 лет, в 1931, 73-летняя Тилда Макрир попыталась добиться через суд компенсацию за похищение и годы, проведенные в неволе. Это был первый в нашей стране суд, в котором истец настаивал на репарации. Я употреблю сегодняшний термин – репарации за расизм. Судьбы некоторых невольников Шхун и Клотильда хорошо известны. Ну, во-первых, есть книги, есть документальный фильм. Живы потомки рабов с Клотильды, живы и потомки работорговца Миара. В 2012 году, 8 лет назад, более свежих цифр у меня нет, состояние семи потомков Миара оценивалось в 35 миллионов долларов. В Мобиле, о Тимоте Миаре напоминают, в городе Мобиле есть улица Миар-Авеню, есть парк, парк Миара. Вопрос, придется ли сегодняшним Миарам расплачиваться за грехи прародителей? В 2005 году, 15 лет назад, была создана Национальная комиссия по репарациям афроамериканцев – The National African American Reparation Commission. Эта организация требует обратить внимание не только на потомков бывших рабовладельцев, но и на компании, которые когда-то принадлежали рабовладельцам и их родственникам. Таких компаний в стране много. Дамы и господа, в числе таких компаний газета New York Times. Недавно корреспондент газеты New York Post Майкл Гудвин провел расследование. Да в нем он, кстати, начинал работать в New York Times, теперь он пишет постоянно, он обозреватель, консервативный обозреватель New York Post. Он выявил, что Джон Майер, мистер Джон Майер, владел пятью рабами, это зафиксировало в 1860 году перепись населения. Мы с вами знаем, что согласно Конституции перепись населения проводится раз в 10 лет. Так вот, в 1860 году перепись населения выявила, что мистер Майер владел пятью рабами. А мистер Майер приходится родным дядей Берты Леви Оукст. А Берты Леви Оукст – это мама Адольфа Окса, который купил газету New York Times в безнадежном финансовом состоянии и заложил основу современной кампании. Сегодняшняя New York Times, мы это с вами знаем, находится на передовой в борьбе за репарации потомкам бывших рабов. Газета утверждает, Соединенные Штаты Америки основаны на расизме. Историю страны следует отсчитывать не с 1776 года, когда была провозглашена Декларация независимости, а с 1619, когда виржинское поселение Джеймстаун привезли первых африканцев. Возможно, что дальнее родство Адольфа Окса с рабовладельцем Майером спасет компанию New York Times от требований Национальной комиссии по репарациям. Но вот вопрос, дамы и господа. Как быть с преклонением семьи Окса перед конфедератами, которых газета обвиняет в расизме и называет предателями? В основе создания современной Times стоят люди, которые преклонялись перед конфедератами. История нашей страны знает лишь один случай, когда правительство обязалось выплатить репарации невинно пострадавшим. Я напомню, 10 августа 1988 года, уже на нашей памяти, Конгресс принял закон о гражданских свободах. Это был закон о репарации американским японцам, которые вскоре после нападения Японии на Перл-Харбор были загнаны в концлагеря. По распоряжению президента-демократа Франклина Дилана Рузвельта были арестованы 120 тысяч японцев, большинство граждан Соединенных Штатов Америки. Безо всякого суда их отправили за колючую проволоку. В Верховный суд, в Верховном суде было большинство назначенцев Рузвельта, Верховный суд постановил, решение президента не противоречит Конституции. Ой-ой-ой-ой, загнать 120 тысяч без суда и следствия за колючую проволоку, это не противоречит Конституции. Закон 1988 года подчеркивал, антияпонское решение правительства базировалось, я цитирую, на расовом предубеждении, военной истерии и ошибке политического руководства. Выплаты начались в 1990 году. По 20 тысяч долларов получили 82 219 японцев. Все те, кто еще жил, я подчеркиваю, репарации получил тот, кто жил. Потомкам скончавшихся жертв Рузвельта репарация не полагалась. Не полагаются репарации и потомкам рабов. Когда Тилда Макрир обратилась в 1931 году в суд с требованием репарации, она имела в виду только себя, бывшую рабыню. Она не имела в виду ни своих детей, ни внуков, ни правнуков. В сегодняшней жизни нет бывших рабов и немного осталось чернокожих, которые были жертвами сегрегационных законов Южных Штатов. Да, дамы гостей, ведь у этих немногих вряд ли есть основания жаловаться на свою судьбу. Начиная с 60-х годов в практику стали вводиться законы позитивных действий, affirmative action. Эти законы предоставляют черным американцам преимущество перед белыми во всем, во всем, где только возможно. Поступление в университеты и аспирантуры, продвижение по служебной лестнице в государствах, штатных и городских организациях, получение субсидий для частных компаний, налоговые льготы и так далее, и так далее. Законы позитивных действий, называя вещи своими именами, были и есть расистские, потому что эти законы отдают предпочтение одной расе над другой, черным над белыми. Но Белая Америка смирилась с этим расизмом. И Белая Америка избрала черного американца президентом страны. О да, конечно, сегодня черные американцы все еще уступают белым в различных статистических категориях. Ну, например, в доходе на среднюю семью. В некоторых категориях черные опережают белых. Ну, например, в проценте заключенных в тюрьмах. Но Белые не несут ни малейшей вины за все это. Вопрос, дамы и господа, виноваты ли Белые в том, что семеро черных из десяти рождаются у матерей-одиночек? В 2014 году ансервативный журналист Кевин Уильямс опубликовал в журнале National Review статью, в которой подчеркивают, люди, которым полагаются репарации, давно скончались. Статья Уильямса – это был ответ либеральному журналисту Коусу, который опубликовал в журнале Atlantic SC в поддержку репарации для всех чернокожих американцев. Среди тех, кто давал интервью Коусу, был президент Обама. Обама, в частности, сказал, я цитирую Обаму, «У общества есть моральное обязательство сделать громадный, энергичный инвестмент, даже если не в виде репарационных чеков, а в формате плана Маршалла, чтобы навсегда покончить с темой». Дамы и господа, В дни недели, которые последовали за смертью рецидивиста Джорджа Флойда, призывы к репарации звучат повсеместно. Вероятный кандидат Демократической партии в президент Джо Байден заявил, что, я цитирую Байдена, «поддерживаю исследования о репарациях». Исследования. Глава фракции чернокожих депутатов Палаты представителей калифорнийская мадам Карен Босс объявила, «демократы поддерживали создание специальной комиссии для исследования». Не следует гадать о результатах такого исследования, поскольку левое крыло демократической партии открыто поддерживает репарации. Называются суммы, которые следует выплатить потомкам рабов. Роберт Джонсон, первый в истории Соединенных Штатов чернокожий миллиардер, назвал 14 триллионов долларов для 40 миллионов чернокожих. А вот что сказал журнал «Ньюзвик», научный сотрудник Брукенского института Russian Ray, соавтор исследования «Почему необходимы репарации черным американцам». Я цитирую мистера Реа, «Сегодня никто не говорил бы о репарациях, если бы правило 40 акров и мул было притворено в жизнь. Теперь наступило время, расплачивается». Абсолютное большинство американцев с этим не согласны. Опрос, проведенный институтом Гэллопа в прошлом году, в 2019-м, выявил, только 29% американцев поддерживают репарации. Только 29. Лишь 16% белых американцев. Стратегии избирательной кампании президента Трампа не ошибутся. Я настаиваю на этом. Они должны вынести вопрос о репарациях на обсуждение электората. Что касается депутатов горсовета славного города Эшвелла, рядом с которым я обитаю, они решили не дожидаться результатов исследования репараций. Они считают, к какому результату придут авторы будущего расследования, они знают, к какому результату. Однако возможности, вот это важно, возможности Эшвелла расплачиваться с чернокожими, в нашем городе их не более 12%, возможности города ограничены. Потому что финансовые расходы города Эшвелла контролируются правительством графства Бенком, в границах которого находится город. А правительство графства, это совет уполномоченных, до сих пор не поддержало репарации. Но вот решение о сносе памятников во власти горсовета. И поэтому, грустно на факт, в городе Эшвелле уже нет памятника генералу Роберту Ли и нет памятника ополченцам-конфедератам. В крушении памятников мой город не отстает от Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско. На этом я ставлю точку в монологе, дамы и господа. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Алексей, у нас все линии горят. Давайте примем звонки. Вперед! Понеслась. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Можно было услышать пару комментариев. Первый – это ситуация в Сиэтле и Портлэнде. Там, похоже, федералы не достигли успеха. И второй комментарий о вчерашнем выступлении Бара в Конгрессе. Если слушали. Спасибо. Окей. Значит, из Портлэн сегодня уже Трамп решил убрать федеральные войска из Портлэнда, но предупредил, что если безобразия не прекратятся, федеральные войска будут снова отправлены туда. Вообще, все, что происходит, мне кажется, нет нерешительности со стороны президента. Нерешительность. Это мое мнение. Я не знаю, какие приказы получают федеральные солдаты, офицеры, когда они прибывают в такие города, как Портлэнде. Но они туда пришли, а в уикенд нам показывало это телевидение, показывало Фокс-Нюс, естественно. Безобразия продолжаются. Местные власти обвинили, местные власти, демократы обвинили в том, что во всем виноваты федералы. Федералы сегодня по приказу Трампа уходят. Трамп говорит, что они вернутся. Вернутся или нет, я не берусь гадать. Что же касается вчерашнего выступления с показаниями Бара, ну, тот, кто видел, может прийти однозначно к мнению. Значит, такое выступление устраивают демократы. Демократы сегодня в палате представители командуют, поэтому они вызывают на ковер министров, сотрудников администрации Трампа. Устраиваются только для того, чтобы набрать какие-то очки на предстоящих выборах. Создается впечатление у людей, которые смотрели вчера, что демократы понятия не имеют, что вообще происходит в Портленде, что происходит в Сейтле, что происходит в Чикаго. Будто бы они совершенно ничего не знают. Очень хорошо поступили республиканцы вчера, когда во время слушания Бара они показали несколько кадров того, что происходит в городах, где бушуют сторонники демократической партии. Вообще назвать то, что делал мистер Наблер, он возглавляет юридический комитет, который запрашивал Бара, совершенно безобразие. Задается человеку вопрос, человек начинает отвечать, ему затыкают рот. Опять-таки это спектакль, рассчитанный исключительно на то, чтобы получить голоса на выборах. Больше ни на что не рассчитывать. И мне, конечно, я в восхищении от Бара, окажись на его месте, ну, например, я, не дай бог, но я бы, наверное, постал подальше, встал и ушел, то есть совершил негодный поступок. Мистер Бар проявил, ну, сказать, чудеса, терпение, чудеса самообладания, это ничего не сказать, это мало сказать. Грустное, грустное, грустное впечатление оставляло вчерашнее слушание. И, дамы и господа, если, если демократы останутся в большинстве палати представителей, и не дай бог, не дай бог получат большинство в Сенате, то подобные спектакли будут продолжаться в течение следующих, как минимум, двух лет. Грустно, но факт. Большое спасибо за вопрос. Спасибо, принимаем следующее. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Алексей. Добрый день. Добрый день. Вот вчерашние дебаты, Бар, конечно, молодец, но почему бы ему не ответить, не было бы ответить этим конгрессменам, демократам, что за этими все же, этими погромами стоят сами же эти демократы. Почему никто не осмелится, из республиканцев сказать им прямо в лицо. Окей, вы знаете, окей, значит, есть определенное, ну скажем, определенные правила поведения людей, которых вызывают на такие слушания. Неписанные правила, но такие правила существуют. Значит, в редчайших случаях, в редчайших случаях человек, которого вызывают, например, республиканец, которого вызывают демократы, в редчайших случаях он себе позволяет, ну, нечто такое, мол... Алло. Это ваши сторонники устраивают беспорядки, и вы их поддерживаете. Ну, это несколько дипломатично. Дело в том, что это не дипломатия. Так не принято. Хотя, хотя, повторю еще раз, если бы на месте бара был я, я бы говорил только так. Но это не принято, дамы и господа. Это не принято. Спасибо за вопрос. Так, принимаем следующий. Добрый день, вы в эфире. Хорошо, можно задать вопрос? Да, пожалуйста. У меня такой вопрос к вам. Семь мэров различных штатов подали письмо в Конгресс просьбой запретить президентам вводить войска Национальной Гвардии, если это не согласовано с мэром этих городов. У меня вопрос. Если подобный закон будет рассматриваться в Конгрессе, можем ли мы, простые граждане страны, свои рекомендации в этот закон подать? Спасибо, я вас послушаю. Ну, я вам скажу. Во-первых, существует закон, который позволяет президенту Соединенных Штатов вводить войска, вне зависимости от того, согласны с ним мэры или не согласны мэры, губернаторы. Я, по-моему, недели три-четыре назад мы говорили на эту тему. Я вспомню два случая. Президент Эйзенхауэр, республиканец, направил войска в Алабаму, там, где царствовали демократы, без всякого согласования с губернатором, который был против. Джон Кеннеди, демократ, направил войска в Литтл-Рок, столицу Арканзаса, хотя мэр, мэр Литтл-Рока и губернатор Арканзаса, опи-демократы, как и президент, были против. У президента есть право направлять туда войска. Просто-напросто есть право. И все. Поэтому то, что делает Трамп, это совершенно законно. Кстати, неделю назад, по-моему, или две недели назад, я рассказал о том, как в 1793 году взбунтовали солдаты в Филадельфии. Филадельфия была временной столицей. Они атаковали Конгресс. Конгресс тогда был однополатный. Они требовали у Конгресса 1785 год. Они требовали у однополатного Конгресса, чтобы им выплатили зарплату и сказали, никого не выпустят на улицу, пока, так сказать, им деньги не выплатят. Президент Вашингтон просто-напросто распорядился направить туда войска. Это 1793 год. Направить войска. Таким образом, президенты Соединенных Штатов исторически Вашингтон направил туда войска, не руководствовавшись никаким законом. Тогда закона не было. А Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди уже руководствовались законом, который позволяет федеральному правительству направить войска туда, где происходят беспорядки. Вот и все. Трамп никаких законов не нарушал. Интересно, вот вчера бы, вчера бы, вот во время слушаний кто-нибудь из республиканцев, конгрессменов вот напомнил бы о существовании такого закона. Напомнил бы. К сожалению, этого не произошло. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Это снова я. У меня вот такой вопрос. Один из республиканцев выдвинул идею о том, что раз наши памятники виноваты перед рабами черными, а почему саму демократическую партию не осудить и вообще потребовать бы уничтожить эту партию, потому что эта партия стояла за рабовладение. Спасибо, пожалуйста, господи. Ну, вы задаете совершенно прекрасный вопрос. Почему бы не уничтожить демократическую партию? Я очень опасаюсь, дамы и господа, что все дело идет к тому, что демократическая партия уже... Что у нас страна может стать однопартийной. Не потому, что будет республиканская партия ликвидирована. Она ликвидирована не будет. Но демократы получат большинство, не дай бог, в обоих палатах Конгресса, в Белом доме увеличить число верховных судей, чтобы большинство верховных судей было их сторонниками. И они начнут править как в однопартийной стране, как однопартийной. Поэтому ставить сегодня вопрос, хорошо здесь стоит вопрос, почему бы не привлечь демократическую партию к суду за то, что демократы поддерживали рабовладение. Кстати, в Куклуксклане, в первом Куклуксклане были исключительно демократы. Я в данной ситуации не характеризую, чем занимался этот Куклуксклан. первый, который был основан сразу же после Гражданской войны и запрещен в 1877 году, потом возник уже в начале 20 века второй, первый. Опять-таки в основе стояли демократы. Это не значит, что демократическая партия организовала Куклуксклана. Ну, 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 ни в коем случае. Просто в Куклуксклане были, были исключительно демократы. Вот так. Спасибо. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Первый вопрос легкий. Правильно. По вашим представителям. Что там из страншев, которые рассматриваются помощи населения? А второй вопрос, вот он более сложный. Сейчас очень много всяких мыслей у всяких политологов, там, и разных людей, что будет после 3 ноября. Ведь уже были попытки военного переворота. Не будет ли Гражданская война? Что нас ждет? Уже пора давать прогнозы. Вот такой вопрос. Вы понимаете, есть прогнозы. Опасно давать прогнозы в предвыборные дни, недели и месяцев. Стоит кому-нибудь, какому-нибудь республиканцу выступить примерно с таким прогнозом, что демократы собираются организовать однопартийную систему, как на этого несчастного республиканца обрушатся средства массовой информации, которые 90% или 95% этих средств контролируются демократической партией. Что касается демократов, там говорят, давайте мы будем реалистами, давайте не будем задавать вопросы, на которые, с одной стороны, нет ответа, а с другой стороны, мы с вами ответ знаем. Мы знаем, что происходит в стране, прекрасно знаем. Поэтому давать вопросы, почему республиканцы чего-то не умеют сделать, почему демократы делают вид, что это их не касается, что это не их сторонники. Мы с вами ответы знаем, все. Все остальные вопросы риторические. Не будем делать вид, что мы не знаем ответы на эти вопросы. Демократы знают ответы. Что демократы не знают, что Джо Байдену место скоро будет в Старшевском доме, что у него деменция. Конечно, они это знают. Это знает каждый, любой человек. Ну, он просто любой. Тем не менее, они агитируют, что нужно за него голосовать. Он больной человек. Ну, больной. Ну, окей. Все все знают, но мне трудно себе представить какого-либо республиканца в Сенате или в Палате представителей, который, подойдя к микрофону, сказал, обращаясь к демократам, ребята, демократы, вы знаете, что ваш кандидат-то в президенты, что у него начинается уже Альцхаммер, что ему место в Старшевском доме. Неужели вы не видите? Давайте проведем так называемый монреальский тест, тест, который проходит все люди в Старше 65 лет, да? Давайте проверим товарища Байдена на монреальский тест. Ну, ведь никто из республиканцев не подойдет к микрофону и этого не скажет. Правильно? Окей. Следующий, пожалуйста. Перемьемся. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Алло. Да, говорите, пожалуйста. А разве тактично или допустимо кричать на барра «Shame of you» диким голосом? Это что, культура? Спасибо. Когда у меня большинство, считают демократы, на культуру наплевать. У нас большинство сидит у микрофона председателя юридического комитета, который имеет право прервать, нахамить, сказать все, что угодно. Вот и все. Демократы этим пользуются. Я не помню случаев, чтобы когда-нибудь республиканцы этим пользовались. Может было, понимаете, я не все слушания всегда смотрю. Не все. Поэтому я могу ошибаться, могу не знать. Но я не помню на моей памяти, чтобы председатель любого комитета в палате представителей или в сенате республиканец, чтобы вел себя так, как вел вчера Надлер. Я этого не знаю. Они считают, что это все дозволено. Более того, это играет на их базу. Это укрепляет базу демократической партии в уверенности, что мы сильны, мы наступаем, мы можем быть наглыми, потому что мы должны победить. Спасибо. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, мне может один вопрос. Что, если бы, знаете, начало, если бы полиция, полицейские департаменты всех городов подчинялись бы федеральному правительству, а не наоборот, как сейчас, согласно Конституции, как вы думаете, были бы эти беспорядки? Окей. Вы знаете, я вам приведу в пример город Детройт. В городе Детройте, в котором были знаменитые беспорядки в 67-м, в 68-м году, сегодня в городе Детройте, в котором правят демократы, ничего подобного нет. Полиция держит в узде никаких беспорядков, ничего не громят, то есть все зависит от города. Это первое. Второе, мы с вами живем в федеральной стране. Это федеральная республика. Деленные обязанности и федеральное правительство не всегда, ну, скажем так, не всегда должно во что-то вмешиваться. Окей. Если крушат федеральные здания, которые принадлежат федеральному правительству, федеральное правительство может вмешаться, но не может быть случая, чтобы местная полиция, по нашей конституции, не может, полиция города Чикаго, она не подчиняется федеральному правительству, она не может. Вот так устроена наша страна, и очень хорошо, что она так устроена, что многое зависит от местной власти, не должно федеральное правительство, поэтому ставить вопрос, что было бы, если бы полиция, местная полиция подчинялась федеральному правительству, такого нет, такого просто нет, такого не может быть, по конституции этого быть не может, поэтому так ставить вопрос просто-напросто нельзя. Следующий, пожалуйста. Так, добрый день, вы в эфире. Говорит, пожалуйста, добрый день. Странно. Алло, добрый день. Нет, не дождался наш радиослушатель. Итак, Алексей, у вас есть ровно четыре минутки для заключительного слова. Окей, дамы и господа, я начну с того, что на прошлой неделе, в четверг на прошлой неделе закончился перевод с русского языка на английский моей книги «Тень проклятия таком седан с белым домом». Теперь книга попадет к редактору. Я думаю, что эта книга выйдет на английском языке не позднее середины октября. Может быть, гораздо раньше. Тем не менее, на русском языке книжка по-прежнему есть. Вы можете ее купить на Амазоне. Можете купить у меня. Если купите у меня, то получите книжку с автографом. Для того, чтобы купить у меня, нужно написать мне на мой имельный адрес. Это 1 машаорлов от gmail.com 1 машаорлов от gmail.com Теперь следующая передача, дамы и господа. Следующая передача навеяна событиями в журналистике. То, что произошло в газете New York Times и то, что происходит в газете Wall Street Journal на прошлой неделе. 300 примерно журналистов в Wall Street Journal написали издателю этой газеты письмо. жалобу жалобу на коллег своих, которые работают не в новостийной части этой газеты, а работают на страницах опинен, страницах мнения. Так вот, на основании всего этого я копну историю американской журналистики. Начну с истории и привернусь к сегодняшнему дню. Потому что в истории американская журналистика начиналась как партийная. Были газеты абсолютно партийные. Были газеты федералистские и антифедералистские. И федералистские газеты не печатали антифедералистов, антифедералисты не печатали федералистов. Партийные газеты, ну как, например, они не назывались орган партии, но они были партийными. И я вот перекину мостик с прошлого на сегодняшний день, когда у нас становятся партийными газетами. Как, например, газета New York Times абсолютно партийная, Чикаго Требюн партийная газета, Вашингтон пост партийная, Бостон Глоб партийная, так далее, так далее, так далее. То есть это будет рассказ об истории американской журналистики с заходом в сегодняшний день. Вот что будет ровно через неделю. Спасибо большое, Алексей. Ну и на этом, я думаю, мы сегодня нашу передачу подведем к концу. Поэтому спасибо Вам огромное за интереснейший рассказ, за то, что Вы согласились ответить на вопросы наших радиослушателей. Я надеюсь на скорейшую встречу на следующей неделе. Всего хорошего, Толя. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы. До свидания, Алексей.